Кровавое событие, практически попытка свержения местной власти путем ее обезглавливания, приключилась сегодня в самом настоящем изумрудном городе, поселке типа городского имени Малышева. Спикер местной думы, 29-летний Дмитрий Шустав, попал в больницу в соседнем Азбесте в результате покушения на него. Направляясь в гараж около восьми утра, он подвергся нападению. Некто подкрался сзади и давай бить монтировкой по голове главы исполнительной власти единственного в стране места добычи изумрудов. Дмитрий остался в сознании, но нападавшего увидеть не сумел. Позже прохожие рассказывали, что видели бежавшего от гаражей молодого человека в черной куртке и темных очках. В нескольких десятках метрах от места нападения полиция нашла и монтировку в крови, и все то, что налетчик якобы украл у главного малышевского депутата. А именно, наручные часы, портфель, уже с вырванным замком, бумажник. Интересно, что все документы, все банковские карты и даже все наличные деньги остались на месте, что наводит на мысль о том, что это была имитация ограбления, ну а реальная цель нападения была какой-то иной. Впрочем, зная о бурной общественно-политической жизни поселка на 9,5 тысяч населения, но при том родины изумрудных копий Урала, в это нетрудно поверить. Прошлой осенью, после того, как этому населенному пункту официально вернули статус поселка городского типа, в его думе произошла смена председателя. 8 ноября им как раз и был избран Дмитрий Шустав. Прямо в день его избрания было также принято и принципиальное решение о том, что поселок не может себе позволить платить зарплату спикера думы. И нынешняя ее глава, получивший по голове монтировкой, работает на неосвобожденной основе. Основным его местом работы остается местная школа номер 3, где он преподает историю.